Музыка Коллеги, мы рады вас приветствовать на нашей кафедре ЮНЕСКО. Наша кафедра была создана в 1994 году и основной целью является повышение квалификации педагогов города Москвы и стран, зарубежья и регионов Российской Федерации. На нашей кафедре четыре лаборатории. Первая лаборатория – языковая и социокультурная адаптация мигрантов. Наши коллеги, научно-методическая лаборатория языковой и социокультурной адаптации мигрантов, занимаются разработкой научно-методической литературы, пособий для обучения мигрантов, для обучения в поликультурном классе. И в то же время разрабатывают программы, на которые мы потом приглашаем слушателей, по поликультурному воспитанию или по языковой и социокультурной адаптации. То есть, как учиться в разноуровневом классе, какие способы адаптации нужны и на фону мигранту, когда он попадает в незнакомое, уже в свою принимающую страну. Поэтому вот все эти моменты у нас на курсах повышения квалификации существуют программы, на которые мы вас приглашаем. Спасибо. Следующая лаборатория – народоведение и межкультурная коммуникация. Здравствуйте. Лаборатория народоведения и межкультурной коммуникации занимается разработкой курсов повышения квалификации для педагогов, таких как музей, театр, туризм в поликультурном воспитании, инновации в поликультурном воспитании и образовании дошкольников, литература народов России в поликультурном воспитании и новый курс этого года – «Светская этика». В рамках нашего курса мы посещаем наиболее интересные музеи, профессиональные и школьные города Москвы и не только Москвы. Вот недавно у нас проходил большой театральный фестиваль школьных коллективов с межрегиональным и даже международным участием. Вот. И также разрабатываем и организуем выездные семинары для наших слушателей, практикумы, экскурсии и экспедиции в Калужскую область, на Ямалу, в Ашкирии у нас были слушатели. Вот. Поэтому приглашаем в наш курс. Очень интересно и занимательно. Следующая наша лаборатория истории и культуры религии. Мы в кафедре, которая задолго до введения курса «Артисет» занимались исследованием вопросов духовно-нравственного развития учащихся, средственной религии культуры, посредственной религиозной культуры. И работали, прежде всего, с теми школьные, которые были этно-национальные школы, с этнокультурным компонентом. Школы, которые так или иначе включают в обучение своих детей вопросы религии и религиозной проблематии. С введением курса «Артисет» перед нами стала очень большая задача, потому что курс «Артисет» — новая предметная область, которая преимущественно в Москве ведут учителя начальной школы. Люди, которые не имеют профессионального религиозного образования, они столкнулись с большим рябом проблем. Поэтому наша задача была, как адаптировать этот курс для преподавателей, как помочь им сориентироваться в огромном потоке информации, какими технологиями преподаватель может пользоваться. И самое главное — адаптировать для учителей не только содержательную сторону религиозной дисциплины, дать другие такие методики, такие технологии, которые действительно педагогу без дополнительной поддержки конфессий позволили бы самостоятельно решать эти задачи. Но для нас очень важно было и то, чтобы конфессия помогала участвовать в этих мероприятиях. Поэтому задача кафедры — это еще обеспечение вот этой спековки конфессий и преподавателя наших школ. Кроме этого, мы также проводим экспедиции, и в том числе экспедиции, изучающие религию отдельных регионов России и так далее. В этом году команда школьников, учащихся в Москве, работала над изучением буддистской культуры на Байкале, где посещали Датсаны, где изучали особенности именно буддизма в этом регионе и так далее. Мы издали большое количество металлических пособий, с которыми мы могли возникнуть на выставке наших кафедры. Спасибо. И четвертая лаборатория — это лаборатория международных образовательных проектов. В этой лаборатории занимается подготовкой для проведения международных мероприятий, как за рубежом, так и в Москве, абсолютно различных конференций, круглых столов, семинаров. Также есть сектор международных молодежных проектов, которые проводятся международные акции к поддержке русского языка за рубежом, проводятся школы русского языка здесь, в Москве, с участием иностранных участников, ну и, конечно, большая очень программа мероприятий для участников из регионов и школьников города Москвы. И сегодня, чтобы показать такую многообразную и расторонность нашей кафедры, я предложу вам сыграть с нами по принципу «Своя игра», да, «В нашу игру». Тема нашей игры — «Педагогическая технология и мастерство в культурном классе». Мы выделили четыре наиболее таких проблемы, с которыми вы, чудовище, встречаетесь в своих классах. Одна из этих проблем — разный уровень владения русским языком. Наверняка у вас в классе есть учащийся, который плохо владеет русским языком. Хотелось бы, чтобы вы понимали, что проблема — это на самом деле те направления лаборатории, которые у нас существуют, да, вот поэтому вот так и выделили четыре проблемы. Вторая проблема — недостаточное осознание ребенка в себя частью современного мира. Третья проблема — риск возникновения у детей негативного отношения друг к другу, парение национальное большинство — меньшинство. И четвертая возможность возникновения в детской среде конфликта на религиозной почве. Вот, пожалуйста, все четыре проблемы у нас как бы номинации. И в каждой номинации есть ли варианты ответа? На 10, на 20 и на 30 баллов. Ну, я предложу вам, чтобы охватить, как бы, да, все наши грани. Из каждой проблемы можно выбрать один вопрос. Если хотите, конечно, можете выбрать из одной проблемы два, но так более будет видна наша работа. Так что, пожалуйста, в любом порядке, какой вас интересует, не обязательно с первого. А что надо назвать? Да, назвать просто недостаточно осознание ребенка в себя частью современного мира. Пожалуйста. Ну, как тут? Два. Два. Хорошо. Значит, такая ситуация. Детям сложно находить выход из конфликтной ситуации и выстраивать сотрудничество с одноклассниками, представителями других культур. Я думаю, что каждый педагог с этим встречался, с такой проблемой у себя в классе. Дети иногда отказываются, например, играть, да, делать какое-то общее задание с кем-то в паре, там в группе участвовать. Ну, понятно, что обижает представителя другой культуры. Бывает такое, что педагог не всегда может найти, как-то объяснить, почему происходит конфликтная ситуация. Давайте мы с вами поиграем в такую игру, да, в кандатский бокс. Ну, вот, пожалуйста. Давайте мы возьмемся, вы поделитесь на два. Вот, пожалуйста, найдите себе партнер. По два, по два, по два, да, по парам, по два человека. Возьмитесь. Возьмитесь ручками друг за друга. И мы с вами сейчас поиграем в так называемый датский бокс. Вот у нас, да, как в идеале тот датон, мы с вами поиграем в такой датский бокс. Значит, послушайте внимательно задание. Наше с вами задание, как можно больше раз прижать палец своего соседа, да, вот сюда кулачку. Как можно больше раз, за 30 секунд. Да, кулачку, я понимаю, не понял. А вот у нас были литровые. 70. 79-79 результаты нашей работы. Ну, мы тут. Что это такое, да? Вот я вас сейчас поставила в конфликтную ситуацию. Хотя вы очень милые коллеги, да, и мы знакомы, наверное, некоторые друг с другом. И никаких у вас друг к другу нет претензий. Но задание-то у нас было какое. Как можно больше раз палец друг друга прижать к кулаку, а не сопротивляться, да, задавить кому-то, да, как можно больше раз. И на самом деле иногда проблема возникает из-за того, что ребенок просто может не услышать и так понять, да, что-то, педагога или другого ребенка. Но мы с вами знаем, что у нас способы решения конфликтной ситуации тоже разными. И мы с вами, вот у нас получилось так в группе, что мы тоже каждый пошел своим способом, да. Вот у кого было там один? У нас. У нас. Да, вот у вас, кто у вас, вы сдались, да? Да, да. Татьяна Александровна сдалась. Это называется уступка. Иногда этот, как бы, выход из конфликтной ситуации хороший, как я. Когда, например, отношение с человеком дороже, чем вот эта маленькая ситуация. Тогда можно просто ее уступить и отсутить. Я вот вам говорила такой небольшой график, да, и мы будем отмечать. Вот, уступка у нас находится здесь. Вот этот человек получает сто процентов, этот не получает ничего. Вот мы достигли высшего результата, да, вот мы достигли высшего результата. Но вы, как бы, никто не проиграл в то же время. То есть вы договорились и получили примерно, да, по пятьдесят процентов. Это называется компромисс. То есть вы пришли к компромиссу. И вот это у нас сто процентов, это сотрудничество. И каждый человек должен сотрудничать друг с другом. Педагог с ребенком. Дети тоже должны сотрудничать. И можно с ними поиграть вот в это. И это, на самом деле, очень показывает, как неправильно иногда они воспринимают ситуацию. Каким легким способом можно выйти из конфликта. И какие есть пути решения конфликта. Бывают конфликты, что где-то компромисс хороший, да, решение его. Где-то сотрудничество, а где-то и уступка тоже один из выходов решения конфликта. Ребята, приехавшие в Москву из зарубежья, часто испытывают трудности в общении с учителями, со своими одноклассниками, с местными жителями, из-за разницы в этикете. Вот сейчас мы разыграем такую ситуацию, допустим, микрокультурный ассимулятор. Вот сейчас мы ее и разыграем. Ситуация такая. Вот у нас есть ученик из Китая, мальчик из Китая, Мальчик из Китая, Сяо Джан. Он приехал из Китая и учится в Москве в 60-м классе. У него день рождения. Одноклассники подписали ему открытку и поздравили его. Вот открытка со следующим текстом. Дорогой Сяо Джан, с днем рождения тебя. Ты классный парень. Пусть сбудутся все твои мечты, твои одноклассники. Прочитал Сяо Джан открытку и как же он реагирует на нее? Посмотрите, он совсем не рад. Он очень огорчен и даже пытается избавиться от нее. Как вы думаете, почему? У нас есть свои варианты отрядов. Посмотрите, пожалуйста. Все, спасибо большое. Жанна, скажите. Значит, первый вариант. Сочетание синего и красного цветов его раздражает. Второй вариант. В Китае не принято поздравлять с днем рождения. Третий вариант. Обращение к человеку, написанное синим и красными цветами, в Китае выражает неуважение к нему. И четвертый ответ. Написанное красным цветом имя в Китае употребляется для покойного человека. Из-за этих вариантов какой самый правильный? Но не самый, а индийский. Из-за этого. Это может поздравлять с днем рождения. Из-за этого. Да, он. Правильно. Это правильный ответ. Красным цветом написанное имя. Это имя обращения к покойному человеку. Поэтому Сяо-Джим у нас так сильно расстроился. Теперь вторая ситуация с японской ученицей. Девочка Наока Такахаши приехала в Москву из Японии. И она учится в 11 классе. На улице Наока решила узнать, как пройти к детскому миру. И стала спрашивать у прохожих дорогу. На что ей отвечали. А что? Наока сжалась, отвернулась и больше никому вопросов не задавала. Испугалась. И сразу показываю варианты ответов. Четыре ответа. В Японии не принято два раза задавать один вопрос. Люди агрессивно реагируют на Наоку, поскольку она иностранка. Вот третий вариант. Третий. Правильно. В Японии, когда чего-то не слышат, переспрашивают, используя междометие Э. А междометие А произносят в случае, когда сердятся. Уважаемые коллеги, конфликты, связанные с религиозной почкой, конечно же, не очень характерны, в принципе, для детей. Но ситуации могут возникнуть, например, при проведении занятий по основной религиозной культуры. Вот представим себе ситуацию, которая могла бы возникнуть в поликультурном классе. Мы предлагаем вам поработать с технологией кейс-статик, потому что для нас, мы считаем, это наиболее удачная технология в данном контексте. Она дает возможность увидеть, что религия действует здесь и сейчас, а это не только традиция, которая где-то когда-то существовала. И вот мы оказываемся с вами перед такой ситуацией. Дети совершают экскурсию по Москве. Экскурсовод по плану не входил в посещение храмов, но экскурсовод неожиданно к классу предлагает ситуацию. А давайте зайдем в храм и сейчас посмотрим. Очень часто возникает такое отторжение у детей, связанное с тем, что, например, дети мусульмане говорят, я не пойду в православный храм. Дети православные говорят, я ни за что не перешагну порога мечети и так далее. То есть такая ситуация вполне может возникнуть. Но она усложнится еще и тем, если у вас в классе оказывается ребенок инофон, билинг, который еще и не очень хорошо языком владеет, и не очень хорошо понимает саму эту ситуацию. Она для него просто неорганична. Итак, посмотрите. Оказалась ситуация, что экскурсовод предлагает посетить храм. Детям, конечно, хочется. Любопытно очень. Но в группе есть и ребенок, который очень хочет посетить храм, но он опасается, что его выгонят по каким-либо соображениям из этого храма. Как этому ребенку, не очень хорошо говорящему по-русски, помочь познакомиться с православным храмом и вызову при этом недовольство, прикажа от этого храма. Но условия усложняют задачку, не используя при этом речи. Вот попробуем сейчас эту ситуацию проиграть. Предположим, я буду... Это девушка. Ну, я сейчас... Удочка у меня уже есть, даже не роковая себе сделала. У нас есть команда в классе, попробуйте мне помочь провести храм, показать мне свой храм. Вот, при этом постарайтесь не говорить. Пожалуйста, показать. Я нуждаюсь в помощь в одежде. Это у меня нет, у меня это коротенький. Сейчас мы все разденемся. Храм тоже обычно есть, а сыночки. У девочки есть. Спасибо большое за помощь, потому что вы действительно реально помогли. Самое главное, что вы не ставили меня под руки брать. Это особенно приятно. Очень сильно. Потому что здесь у меня очень любят сказать, вообще берутся. Касарцы, руками и так далее. Особенно если представить другой религиозной культуры и так далее. Ну, посмотрите, вот ребенок в таком виде, напомним вам девушку, то есть она уже ощущает некий дискомфорт от того, что ее сделали вот такой вот, да, все, ну да, да, то есть у меня было все замечательно, очень красиво, изящно, да, то есть меня вот так вот укутали, и меня ведут как в этот храм. Меня сдерживает, конечно, любопытно, да, то есть я очень хочу эту вещь увидеть, очень хочу увидеть. И вот мне очень понравилось решение коррект, потому что, в принципе, это было единственное возможное и правильное решение, окружить. Вот они с двух сторон взошли и просто встали рядом. В большом счете, вот за руки брать не нужно было, потому что ей так уже не комфортно, поверьте. То есть она уже испытывает состояние дискомфорта. Просто быть рядом и действиями вы правильно стали действовать. То есть вы действиями показывали, что нужно сделать, но вы засомневались, стоит ли, например, креститься или не стоит креститься. Не стоит креститься, да, и даже вам не стоит в этом случае, да, потому что вы усилите ее состояние как бы дискомфорт. Задача у вас другая сейчас, да, вот, показать храм. То есть вот здесь, посмотрите, есть очень много нюансов, да, связанных с тем, как себя вести в храме. Вот вы сказали, мы проведем по маршруту. А что такое этот маршрут внутри храма? То есть куда можно, он в каждом храме соответственно, он будет, он будет соответственно свой, да. Он будет соответственно свой. Поэтому вот это понимание того, что в храме, например, есть святыня, да, которым стоит подвести и показать. Что в храме есть места, по которым не стоит проходить, да, которые стоит обойти. И обойти нужно не алтарь, а так далее. То есть очень много вот таких вот нюансов. Не разговаривать, например, не передвигаться, вот, как бы, не бегать туда-сюда и так далее. То есть там множество есть нюансов, которые, конечно же, детей надо этому обучать. И обучать прежде всего самим своим собственным как бы поведением. Это может быть межконфессиональная проблема, связанная с тем, чтобы, например, детям объяснили. Вот обратите внимание, действие. И нам принципиально важно, чтобы дети через действие это проговаривают. Потому что вот мы детям объяснили, например, перед датсаном буддистским о том, что в датсане нельзя поворачиваться к изображению Будды спиной. Ну, нельзя. Поэтому буддисты выходят из храма вот так. То есть нельзя поворачиваться спиной к изображению Будды. Дети заходят, дети все услышали, услышали, услышали. Но мы сделали одну маленькую ошибку. Мы не проиграли. А как они будут? Общаться, разговаривать. Как они будут выходить из храма, если им нельзя повернуться спиной к изображению Будды. И поэтому у нас дети, пойдя к датсан, тут же развернулись спиной к Будде и стали общаться с учителем. Когда мы им попытались напомнить, что повернитесь, они сказали, ну мы же разговариваем, нам же нужно обсудить. То есть мы же не можем спиной разговаривать с учителем и так далее. То есть вот посмотрите, вот эта вещь очень важна. И на нашей кафедре мы не только говорим о религиозной составляющей, но мы пытаемся педагогам показать, как религиозная культура вот в таких мелочах, бытового плана, митического плана. То есть в системе это не мелочи для верующего человека, это мелочи для человека, который не включен в традиции. Но для верующего человека это может быть очень серьезным и очень значимым. Поэтому мы ведем разговор и желательно, чтобы это обязательно было системно-действительным фактором. Все, спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое. Ну а мы оставляем одну категорию про русский язык не открытой, чтобы это была такая интрига, и вы пришли к нам на кафедру. И мы получаем с вами суперигру. За переграмм это вместе строим чун. Вот теперь мы вам откроем тайну этих палочек, потому что стоит с самого начала перед вами, это вот сооружение стоит не случайно. А это, собственно, лаборатория народоведения межкультурной коммуникации получила от друзей из Ямала, потому что это традиционное народное северное жилище чун. А мы поговорили, что мы изучаем традиции, обычаи, в общем, этнографию и занимаемся культурным образованием. Поэтому вот в этом сооружении мы сразу построили три основополагающих вот этих вот элемента, которые обозначают как бы элементы мироздания, мира, который мы сегодня пытались с вами вот на нашем замечательном семинаре и создать. Три составляющие. Это природа, это человек, это культура. Мир рукотворный. Вот о том, о чем мы с вами говорили. Но чтобы этот мир был устойчив, надежный, надежный, для этого мы с вами должны его достроить. Вот теми самыми палочками, которые перед вами сейчас находятся. И каждый из этих палочек будет неким качеством того мира, о котором мы с вами мечтаем, о котором мы пытались сегодня с вами создать. Поэтому вот давайте теперь поднимем со своими палочками, достраивайте мир, этот, каждый из этих элементов, о чем мы сегодня говорили. Если подвести итоги, вот всего наши, все наши сроки беседы, размышления, раздомия, а мы говорили об учении, и о понимании, и о сочувствии, и о доброте, и так далее, и так далее. Поэтому, пожалуйста, давайте этот мир построим в виде такой аллегорической фигуры. Вот я первую палочку поставлю. Значит, каждый ставит свою палочку с своим артеистикой. Я называю первую палочку и говорю добро. Без добра не будет, пожалуйста, ваша палочка. Я свою палочку ставлю и говорю, любовь. Да, красота. Понимаете, принятие другого, другой культуры, другого мира, ощущения и первозрения. Радость. Радость. Чуткость. И вторая, можно так сказать, творчество. Дворчество. Да, творчество сильно оказалось в дружелюбе. Дружелюбе. Коммуникация. Коммуникация. Красота была. Красота была. Приводить. Доверение сверху. Красота, спасибо сверху. Да? Федор Михайлович говорит. А, спасибо вам большое. Мы с вами построили наше жилье, такое небольшое. И мы остаемся друзьями и ждем вас всегда на нашей кафере. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.